Валерий, можно вас попросить встать? Слава Богу за вас. Я верю в то, что вы не случайно сегодня на это служение приехали. И даже на велосипеде стоит, стоило. Садитесь, пожалуйста. Да, дойдите. Да, и если кто-то, новые люди у нас, тоже попрошу вас встать. Якуем, а другие новые хордацы исправят. Да, вы коротко скажите, откуда вы? Иногда откуда кажете, утка 10. Как ваши имена? Как все казалось? Вы откуда? С Николаем. Две недели. Вы раньше ходили в церковь? Ходили в церковь раньше? Мы рады вас видеть в нашем собрании. Вы как? Аля? Алина. Алина, вы откуда? С Мариуполя. С Мариуполя. Слава Богу, мы рады вас приветствовать. Присаживайтесь, давайте. Ну, сегодня, я думаю, что человек, который будет проповедовать сегодня о молитве, даже не нуждается в том, чтобы я его представлял. Но это все равно, что сказать, что приехал Саввел из Старса. Ну, все знали Саввла. Всички запознавили Саввел. Ну, то же самое можно сказать про Олега Григорьевича Пермякова. Сейчас мы можем докажем за Олега Григорьевича Пермякова. Из Севастополя. От Севастополя. Который раньше гнал церковь. Который прежде гонил церковь. Который ненавидел христиан. Который мразил христиан. Презирал их. Презирал их. Я не знаю, как вы будете проповедовать. Не знам, как вы проповедите. Но потом Саввел и Старса уже все знали как Павла. Но след това Саввел вече са го познавали като Павел. И это был очень благословенный. Я думаю, один из самых благословенных апостолов. Я хочу сказать еще одном даре, Олег Григорьевич. И это, конечно, дар вспоможения. Знаете, то, что мы сегодня сидим в здании нашей церкви. Но нового здания. Это, конечно, заслуга Бога. Но Олег Григорьевич по сей день является основным спонсором. Который просто вот так вот дал сумму. Который мы внесли в качестве предоплаты. И вся наша церковь не имела возможности на такую сумму. И я поэтому благодарен Богу за то, что мы знаем. Този служитель. Который помогает не только в Варнии. Сегодня он помогает еще и в Алании. Днес помагает и в Алании. Тоже для церкви, для русскоговорящих. Чтобы еще одна церковь поднялась. За да се издигне още это церковь. Он является пастырем в городе Севастополь. И пастырем в городе Севастопол. Давайте поприветствуем Олега Григорьевича. Аллилуйя. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну если честно, то я с удивлением узнал, что я гонитель христиан. Сегаси учу их, а то чух, честен гонитель на христиане. Я просто не знал ничего. Я был военным человеком, военно-морским офицером. Просто я хуэн. И конечно я никакого христианства в жизни не думал. И не симпатик за христианство. То не то, видно, что в живота. Жестоко церковь. Моя проповедь сегодня короткая и чисто прикладной характер будет. И просто за практикой. Чтобы мы все отсюда ушли с пользой. Чтобы сегодняшний день, 24 июля 2022 года, кардинальным образом поменял наши христианские судьбы. До промени события. Кто ведь хочет этого? Я хочу, чтобы я оставлю себе такую цель. Чтобы после сегодняшней проповеди, в следующее воскресенье, здесь стояла толпа народу, которые... Я хочу засвидетельствовать. Вот после проповеди я вот так стал делать. Про эффективную молитву я хочу сказать несколько слов. Но прежде чем я начну, я помолюсь. Дорогой Бог Отец. В имя Иисуса Христа я молюсь. Молитва и вера. Написано. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печет за вас. Ты сказал, чтобы мы все заботы возлагали на Тебя. Нет более важной заботы и дела, как проповедовать людям Евангелие. И поэтому эту заботу я возлагаю на Тебя. Пусть Твой Святой Дух царствует и управляет здесь. И пусть Он использует меня как инструмент. Этим людям важно не то, что я скажу, но то, что Ты скажешь. Пожалуйста, я прошу Тебя, проговори через меня то, что им надо услышать. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Слава на Тебя. И аминь. Сегодня о Давиде уже здесь звучало. И вы все знаете, кто такой Давид. И вы знаете, кто Давид. Если вот так представить, каким был Давид, то первые слова, которые приходят, мужественный, сильный, верный, крепкий, боец, израненный, терпеливый. Согласны ли ты? И Он для нас всех пример. И за нас той пример. Он и падал страшно, отвратительно падал, страшно. И поднимался, и Бог показывал, что Он относится и к нам так же. Согласны ли ты? И вот Давид во многих вещах для нас колоссальный пример. И вот я читаю вам из Библии. Пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. А будет слово? Нет. Вместо из Библии. Сейчас скажу. Второе царство. Второе царство, шестая глава. Сейчас, секундочку. Второе царство. Вторая глава? Да, вторая глава. Шестая глава. А, шестая. Сейчас, секундочку. Есть? Двенадцатого стиха. Ага. Очень важно же читать Слово, правда? Важно, да читаем Слово. Кто с этим согласен? Кто с этим согласен? Некоторые говорят, так много ты читаешь из Библии прямо... Но мы будем читать из Библии, потому что ничего важнее нет. Потому что ничего важнее нет. Уже начал работать Святой Дух. Итак, Давид с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда низший ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил жертву Тельца и Овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в дом, в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижило его в сердце своем. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем месте посреди скинии, которую устроил для него Давид. И принес Давид все сожжения пред Господом и жертвы мирные. Когда Давид окончил приношение все сожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому. И пошел весь народ, каждый дом свой. Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек. «И сказал Давид Милхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и предслужанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня смерти ее. Я вот это когда-то прочитал в Библии, когда я начинал, я покаялся в 2005 году. И когда я начал читать Библию, это одно из мест, которые меня остановило. Я приходил в церковь и ждал, когда закончится прославление. Просто ждал. Потому что меня интересовало, что сейчас скажет проповедник. Как не разбогатеть, как не, ну в общем и так далее. Потом постепенно я стал понимать, что в прославлении что-то есть. Что в этом времени, которое мы проводим, 30 минут, когда поют музыканты, има нечто в това. И вдруг я наткнулся вот на это место. И я осознал, что вот этот Давид выложился весь. Эфот льняной, чтобы вы понимали. Это такая накидка, такая легкая. Царское обличение снято. То есть он уничижил себя капитальнейшим образом. И он скакал, прямо вот скакал. Как дебил какой-то, понимаете. Он скакал перед Богом. И ни одна милхола подумала так. Вы согласны со мной? Согласны листи с ним. И, кстати, у нее потом не было детей. И след тувая няма молодеца. Ничего страшнее для женщины. Няма ничто по страшному за жена. Никогда не бывает. Так Бог ее так наказал. Господь такая наказала. За то, что она его принизила. За то, что она его принизила. Когда он славил Бога. Давид, до которой славил Господа. Я с ним докажу одно нечто. Очень многие, как и я, когда-то не понимают, как получить от Бога как можно больше. Как надо молиться. Что надо сделать, чтобы Бог отвечал на твои молитвы. Господь да отговорил на наши молитвы. Мы собираемся один раз в воскресенье для того, чтобы, собравшись вместе, сказать Богу, как мы его любим. Как мы от Него зависим. Как Он для нас дорог. Колко е скъп за нас. И это происходит в момент, когда вот здесь. Ничего круче не может быть, когда ты поешь Бога. И ничего круче не бывает, когда ты единодушно поешь Бога. В этом есть огромная тайна и секрет. Написано. Возлюби Иисус сказал. Первая заповедь какая? Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всей душой и целей сей разум. Вот все, что в тебе есть, всем возлюбим. Как ты можешь проявить твою любовь? Ты приходишь к Богу в воскресенье с такими же, как ты. И кульминационный момент недели это когда ты стоишь и плакаш перед Богом или прыгаешь от счастья. И тебе плевать, кто что думает. И ти пука за това, как ты мисли за теб. Как изглеждаш? Для того, чтобы прийти и получить от Бога, надо здесь проявить себя как Давид. Надо забыться, надо войти в экстаз. Надо плясать, прыгать, скакать и не думать, кто что скажет. Для этого надо готовить свое сердце. Во-первых, надо знать, что в этом секрет получения от Бога. Потому что Бог в словословии народа своего. Потому что, когда мы сюда приходим, мы должны быть готовы к этому. За 10 минут нужно идти молиться на языках. Нужно настраивать себя псалмами. Нужно исполняться духом. Паяй, воспевая Богу в душе своей. Псалмы или что-нибудь. Приводить себя в такое состояние. Искусственно. Искусственно. Сначала искусственно, а потом уже в духе. В этом секрет. Так делал Давид. Поэтому он получал. Это тайна. А многие люди отбывают номер. И еще, знаете, как бывает? Ты стоишь, настроиваешься, приходит, опоздавший, ты здоров. Идваш, если настроиваешь, Идва, некой, какой-то закоснявый, Идва, при тебе приказ, вы здрасте. Ты уходишь в дух, а он опоздавший, пришел, и сломан тебе судьбу, возможно. Обостряю специально. Поэтому опаздывать. Или приходить и думать о колбасе, о том, как машину завести, что гараж не открывается, что на базаре купить после того, когда все закончится. Это обокрасть себя. Кто-нибудь понимает, что я говорю? Обокрасть себя. Обокрасть себя. Взять из карманов все быстрее и выбросить. Это первая часть. Вступление. Поэтому правильно делают умные, опытные и действующие в духе служители, которые перед началом собрания, каждый раз, особенно группа прославления лидеров, они обязаны каждый раз, я так думаю, я уверен, каждый раз делать нечто, чтобы люди пришли в это состояние. Они сами должны быть заряжены. Они сами должны искрить. И они должны рассказать. И те тряводы расскажут, да покажут. И в процессе прославления. Я не учу вас, я просто думаю так, чтобы, во-первых, за недостаток видения истреблен народ будет знаменим. Напишно. За недостаток видения ты не дополучишь. Ты не знал и не дополучишь. Поэтому это вот их обязанность подсказать, настроить, приготовить. И все должны понимать, что если мы все будем славить Бога единодушно, то придет облако, явятся ангелы, мы все будем падать, грешники будут каяться, и люди будут получать от Бога, Дух Святой будут работать, молитвы будут отвечать, здесь чудеса начнутся, идея в этом довести все собрание до единодушного хваления Бога. Когда все единодушно и не могли стоять священники на собрании. Они стоят и падают, потому что облако за что-то идут в облако, Иисус и рявол, то идут в честь ни одного равнодушного, ни одной мысли неправильной в голове. Вот это цель собрания. Это твоя цель на собрании. Аминь. Аминь. Второе. Второе. Молитва. Молитва. Но вы знаете, что молитвы бывают разные. Знаем, че има различные молитвы за всеки случаи от животных. Вы согласны, что молитвы должны быть разные? Трябва да са различни. Я был на собрании у Бенехина как-то в Киеве, в дворце спорта. И когда объявили перерыв, один мужчина упал, один мужчина упал и его, значит, ну, и започва така да се тресе. В беса в него се прояви. И его друзья не знали, че делать. В него ведь и приятели не сознали, как вода правят. И они, значит, по щекам его хлопали. И те почву до гаупляска по гузите. А потом начали на языках молиться. После започвы да се молят на изицы. Они правильно делали, нет? Правило ли соправили? Соответствующее действие должно быть в каждом случае. Согласны, что действие в каждом случае. Беспособно молиться на языках рядом. Когда человек появился в без. Его надо что сделать? Трябва как вода направить. Выйди вон. Пригадать его именем Иисуса. И все. Потому что так написано. Потому что так написано. Когда ты за кого-то молишься, это когда-то молитва. Прошу за кого-то. Я прошу, когда ты соглашаешься с кем-то, это молитва на согласие. Когда ты молишься по слову Божьему, это молитва веры. Короче, много есть разных молитв. Общая молитва. И бывают конкретные молитвы. Я сейчас хочу поговорить о молитве, которая нам всем нужна вот так. Скажите, вот, пожалуйста, поднимите левую руку вверх, если у вас есть хоть какая-нибудь проблема или вопрос конкретный, который вам надо решить с Божьей помощи. А у вас нет? Вы не имеете ли? Име? Вот так. Так, поэтому, поэтому нужно поговорить сейчас об этой самой насущной молитве. за тази молитва существует большое заблуждение в церкви, что молиться надо красиво, долго и без пауз. И когда пришел в церковь, это было посольство Божие в Севастополе. Первая моя церковь. Нет, первая была новая поколение, там покаялся в Симферополе. А потом я пришел в посольство Божие в Севастопольское. Да, и там, значит, хорошая церковь, замечательный пастор. И я тогда учился в христианском центре. Нас учили, вот это у меня уже вкладывалось это в голове. И я ходил на ночные молитвы. Каждая пятница в 23 часа начиналась молитва и в 6 утра суббота она заканчивалась. Но это много времени для молитвы. Согласны? Много времени, там много можно помолить. За много неща можешь да се помолишь. И мне было странно слышать, как молились тогда как се молиха тогава. Тогда времена были такие. Имашли други времена. Тогда нужно было молиться. Тогава трябваше да се молят. Нужно так ходить. Трябваше просто така да обикалят. И да правят такова без паузы. Без паузы. Долго. Долго. Гладко. Я думаю, это что за талант еще такой. Откуда в человеке? Он пауз не делает. И полчаса может обо всем молиться. И молиться. Час может да се молить. За всичку да се молить. Да горячо. Так да сильно. Ты когда закончился. За какое все се молило? Никто не знает. Никто ничего не понял. Ничто не разбрал. И якувский местописание оттуда. И оттуда. И оттуда. И оттуда. И оттуда. И вот значит. И все мечтали так молиться. И все мечтали так молиться. Ну не все, но многие. Я помню. Если вспомним. Я приходил в церковь пораньше. Я первый. Второй приходил так. Первый и второй. А еще был один очень горячий парень там. Он уже был ветеран. Я новичок. Ветеран. Аз бяхнувак. И ему разрешили перед началом. Когда церковь заполняется. Он мог встать за кафедру. И молиться. В зал. Сначала в пустой. Я один сидел. Потом еще кто-то приходил. Еще в зал. И он такой весь. Значит. Весь такой подражал каким-то американцам. Кому-то вот это вот. Значит. Что-то. И когда мы на ночной молитве уже уставали. Ну давайте. Молитка. Сейчас общая молитва. Добрый. Некосимолим. За город. Давайте за город. Ну что за город. Ты за что будешь молиться? Я за милицию. Чтобы всех подряд не мили. Хорошо. Ты за что? Ну чтобы в городе чисто было. Городой чисто. А ты за что? Чтобы проститутки на дорогах не стояли. А ты за что? Ну чтобы тот все. И вот каждый за что-то. И вот когда начинали. И вот про окурки я помню. Человек молится про окурки. Долго. Так долго. Сигарри за фасове. Толково дылгу. Кто нибудь понимает о чем я говорил? Это трата времени. Твое загубанное время. Это такой трэш. Твое не серьезно. Твое не серьезно. Как еще молимся мы? Как още си молим? Кто не чувствует ответственность. Някой усещали отговорността. Ох, несколько си помолих. Ох, треба да си помолим. Надо еще говорить. Надо вознести молитвы утренние. Тряводоводие утренней молитвы. И вот становится человек и говорит обо всем. За всичку, за всичку говори. И об этом вспомнил. И по ходу дела я об этом вспомнил. И еще об этом вспомнил. Но надо так молить. Может быть и надо. Но теперь давайте поговорим о том, о конкретном. Вот если мне что-то надо. Есть смысл молиться так, чтобы получать. Им или смысл до сих моля така, что да получава. Надо идти в Библию и смотреть. Идти в Библию и смотреть. Как человек из Библии, герой библейский, как они возносили свои молитвы. Вот это мне напоминает. Представьте, я имею нужду в чем-то. Вот я в чем-то имею нужду. Но научен молиться я вообще. И вот представьте, что я хочу получить что-то от своего президента или мэра города. И вот я прорвался на прием к президенту. Представьте, как это трудно. И вот я прихожу, мне выделили время, и я начал молиться. Дорогой господин президент, мне требуется вот это, вот это, вот это. Еще я думаю, что надо вот это исправить. И я говорю все, что я вспоминаю. Все, что мне приходит на ум. Красиво говорю, без пауз, с эмоциями. С эмоцией. С выражением. Изразительным. Но несерьезным. Но правда, что нужно? Какого треба? Что нужно? Какого не треба? Нужно молиться конкретно. Треба да си молим конкретно. Бог, он конкретно. И он требует конкретной молитвы. И Библия показывает пример. Но давайте из Ветхого Завета посмотрим. Нека вземем старый завет. Авраам стал старый. Авраам стал старый. И послал своего слугу. И спрашивает слуга-то си. Искать жену. Да путылься жената. Исааку, сыну своему. За Исаак, за свой сын. И взял раб из верблюдов, господина своего, 10 верблюдов, и пошел. Он сказал, чтобы там, среди родственников нашел. Не надо в этом краю. Иди туда, откуда мы вышли. Там найди моему сыну жену. Клянись мне. Положи ногу под стегной. И тот поклялся. И пошел. В руках услуги были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города, у колодези воды, под вечер. В то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, двоеточие. Господи Боже, господина моего Авраама. «Пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Кого? Ну, невесту Исааку. «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь. И которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить. Вот та, которой ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Вот это молитва. Твоя молитва. Вот он условия поставил. То и поставил условия. Богу. На Господь. Та, которая, я скажу, и та, которая наклонит кувшин. И все на виды. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече. Ее девица была прекрасно видна, дева, которой не познал муж. Она шла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей. И сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас опустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезу и почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тут смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Вот он конкретно попросил, и конкретно тут же вышла Ревекка. Согласны со мной? Я помню подобную молитву. Читал в книжке какой-то Бенихин. Кто-нибудь знает такого служителя? Някую познавали, тоже служител. Ну, такой известный. Известенный. Курсейды чудес у него каждый месяц. И вот он жениться собрался. И той поискодасы Жени. И у него была невеста, жена пастора. И была булка, жена на пастор. И он молился, молился, она ли, а не она ли. И он возвращался откуда-то в служение, в самолете летел. Она должна была его встречать в аэропорту. И он молился и говорит, Бог, я хочу, чтобы ты дал мне жену. Вот эта девушка, с которой я сейчас дружу и готов сделать ей предложение. Я хочу, чтобы ты подтвердил, что это она моя жена. Сейчас она меня встретит. И если она мне скажет. А я приготовил тебе творожную ватрушку. Вот если она скажет эти слова, значит, она моя жена. Ну вот он выходит, она его встречает. И то из Лизы, так бы посмотришь, как то, сё, там, значит, ну. Ты знаешь, никогда не делал, а сегодня я тебе приготовил творожную ватрушку. Никого не сам правил, у бачи днестина про их сладкиш со зваром. Как вы думаете, женился на ней? И как сместите, дали, если уженил за ней. Еще один пример. Ошти один пример. Про Самсона. Кто-нибудь сам, кто-нибудь Самсон? Никакой познавали, кое Самсон? Герой библейский такой, да? Библейский герой. Очень сильный, который. Много силен. Которому потом. На куготу саму. Да, очень сильный был. Бил много силен. Судья был. 20 лет был судьей. Бил 20 години судьей. И вот он однажды убил тысячу филостимлян. И бедны, что убило хиляди филостимлянцы. Филостимлянцы. Да, сказав это, бросил челюсть из руки своей. И назвал то место, аромав лихи. И почувствовал сильную жажду. И возвал к Господу и сказал, ты садил рукой у раба твоего, великое спасение сие. А теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. Пить хочу, сказал. Пи, 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 так что умру. И разверз Бог Емину в лихи. И потекла из нее вода. Он напился и возвратился дух его. И он ожил. Оттого и наречено имя место всему. Источник вживающего. Который в лихе до сего дня. То есть он захотел пить сильно. Так что умирать. Попросил воды. И тут же Бог дал воду. И знаешь, Господь молдал воду. Кто-нибудь подобные вещи в Библии находил? Что когда кто-то молится, и Бог отвечает. И в Новом Завете находили что-то? Ну, например, когда Петра заковали, и он сидел, Ирод там убил одного нашего, и Петра заковал, и от церковь написано «прилежно молилась». Все молились. О чем? Чтобы его освободили. И ангел ему явился, и он его избил, и он потом пришел, и они никаких не могли поверить. Короче, я веду к тому, что... Молиться надо конкретно. Молиться надо абсолютно конкретно. Коротко и конкретно. Когда помолился, надо верить дальше. Вот все. Это секрет. Вот я, когда готовился, я подумал, а мои какие? Вот я, когда молился, и у меня... Вот когда были такие сильно отличные молитвы такие? И я сидел, вспоминал одно, второе, третье, четвертое, пятое. Много на вспоминал. И все молитвы, которые я получил, о которых потом свидетельствовал, они все были абсолютно конкретными. Ну, например, я сейчас вот приведу примеры, а вы, пожалуйста, вспомните сейчас, когда у вас были такие молитвы, которые... Вот помолился конкретно, бац, есть. Такие вам молитвы, куда вы делаете, все молите и получаете отговор. Я только-только-только покаялся. И у меня начинался бизнес. Мне нужны были деньги. Деньги взять некуда, я был без долгах. И у меня была машина. Машина американская. И эта американская машина, значит, попала ко мне через... Я купил у человека, который ее сбагрил мне. Просто обманул меня и сбагрил мне. Американская машина в 2005 году не пользовалась вообще никаким спросом, потому что не было запчастей. И продать ее невозможно было. Я купил ее за 5 тысяч долларов. И вот сейчас мне надо ее продать. Я дал объявление в газету. Четыре. Нет. Три тысячи долларов. Нет. Две тысячи долларов. Нет. Тысяча долларов на разборку. Нет. Хиляда доллара. Нет. Все спрашивают, звонят, спрашивают. А как узнают, что американская? А, нет. Я поехал на... Это Ford Tempo был такой автомобиль. Я поехал в Ford, в Симферополь. И говорю, ну на разборку. Ну, новая машина, лет 12 всего, нормальная, хорошая. Возьмите на разборку за тысячу баксов, ездите, все нормально. Сейчас посмотрю. Посмотрел. Нет. В Украине всего две таких. Нет. В Украине има само две таких воплеты. Не надо. Кому он нужен? Никто не покупал. Вообще никто не покупал. Никто не хочет слышать. И когда он... Я у него купил. Он не верил своим глазам, потому что он года два продавал ее. И потом она начала ломаться, я ему звонил, претензии предъявлял, Романова звонила. И я... Ну, деньги вот так нужны. Думаю, хоть за тысячу никто не покупает. И вдруг я вспоминаю. И извиняюсь, вспомним. Я же христианин. Я же верующий. Я же могу помолить. А голос внутри говорит. У тебя совесть есть? Как ты будешь к Богу обращаться с таким вопросом вообще? Как он продавал американцев? Но потом решился. Вот я даже помню место в доме, где я помолился. Я переступал через порог дома. И вот в момент, когда я переступал через порог дома, я помолился. Я сказал. Господи, мне стыдно, но я прошу Тебя во имя Иисуса, продай мне эту машину. Мне деньги нужны. Аминь. Про себя, ну так, шепотом. И вытолчнусь и казах. На другой день прихожу, жена говорит, звонит какой-то парень все время. И на следующий день жена Микказова. Я говорю, да, сейчас узнаешь, что американская машина. И перестанет звонить. О, опять звонит. И пак си убажен. Я с диким телефоном. Какого года машина? Я говорю, машина американская. Я знаю. Какого года машина? Я говорю, такого-то. Ответ какой-то. Я говорю, да, да, знам. Скажите, Микуя Гудиной, как их цветы. Там еще что-то спрашивают. Потом говорит, Олег Григорьевич, это вы? И после пита, Олег Григорьевич, твой велисти. Я говорю, Роман, это ты. Я с каждым, Роман, эти листи. Хозяин машины. Твое ступанина кулата. Он говорит, да. Я говорю, что тебе надо? Я с Питом поиска. Ты достал уже меня вообще. Пистами у тебя. Он говорит, вы что, машину продаете? Я говорю, да, продаю. Я говорю, да, продаю. А ты что хочешь? Я хочу посмотреть машину. И Питом, Тикуйская, что Искам допуглена пак кулата. Я говорю, как это? Я спик там, как? У меня игрушки играть времени нет. Я говорю, иди отсюда. И то, Искам, Искам допуглена. Ну, скажи, где стоит, я подъеду. И то, Искам допуглена. Я говорю, возле дома стоит там-то, значит. Через полчаса звонок опять. Ну, выйдите, я тут кручусь уже давно. Я выхожу. Стоит этот роман, который мне всучил два года назад эту машину. Продавал ее два года он. И вечно не мог, да я продам две гудини. И стоит, спрашивает меня. И то есть твое имя Питом. О, у вас там две колеса, фонарики там, вы все сделали. Как в игуме сам. Я говорю, что тебе надо? У меня нет времени. Я с Купитом, как выискашь? Писанами. Ну, вы смотрю, вы это, это, это. Я говорю, что надо? Добрей, добрей. Олег Григорьевич, продайте мне эту машину. И то я сказал, Олег Григорьевич, продайте мне тази кула. И я сразу... Я спросу. И я говорю, ну не знаю, это надо подумать. Эмми, не знам, не знам. Трябодоси помисли. Он говорит, ну сколько вы за нее хотите? И то я Питом, колку искайте. Я говорю, ну сколько, сколько? Я с Купитом, колку, колку. За 4200 отдам. Четыре хиляди 200. О, за 4200. И только подумайте, что у тебя пять штук, которые я у вас... Остались, что ли? Течечка, ты человек все повытаскал. Ты что-то мне... Давайте за 4 евро, давайте. И то я сказал, некогда, и четыре хиляди, я скажу, да, да, да. Четыре хиляди доллара от жопа си. Я достаю из бардачка доверенность. Рву доверенность, по которой я ездил. Забираю деньги, бросаю ему ключи, и он уезжает. Я захожу домой и кричу, Женя, Ирина, ты посмотри, что я сделал. Я машину продал. И вдруг я слышу внутри себя. Это ты продал? Я говорю, господи, прости, спасибо тебе. Благодаряйте. Я конкретно помолился. Я сказал конкретно молитва. Конкретно. Конкретно молитва. Я могу еще рассказать пример. Я тоже был новичок, год я, наверное, был верующим, читал Библию, и сильно хотел научиться исцелять людей. Сильно. И Марка, 16 глава, там, где с 15 стиха начинается, и возложит руки на больных, и они будут здоровы. Это для меня было ключевое место. И однажды меня попросили, у меня уже бизнес пошел, я уже начал деньги зарабатывать. И меня попросили однажды, значит, прийти финансово помочь, там, человеку, которому беда в семье. Дедушка, наш партнер, у него внук попал под машину. Внука ему беше катастрофировал. 12-летний мальчик попал под машину, и ему разбило позвоночник. Увласт на кола, и ему се счупил гръбнака, и той беше в реанимацията. Ну, я пришел, дал денег, дадох ему пари, и все. Поговорили с этим человеком, и я говорю, а можно мне ребенка посмотреть? Он говорит, вам лучше не смотреть. И той казва, по-добре, да не го виждате. Вы расстроитесь сильно. И я, один голос мне говорит, вали отсюда быстрее. Кто-то такой. А другой голос говорит, иди молись за него. А я никогда ни за кого не молился еще. Ну, видел, как люди молятся, читал проповеди, слушал. Но сам никогда не молился, тем более такой случай. И я говорю, все-таки я хочу посмотреть. Я сказал, все так иском до поглядя. Я с близным в стае. Ну, хорошо, заходим в комнату. Вот такая комната таких размеров. Гуляма стая. Сталинка называется. Сталинка, си казва. Потолки высокие. Вся мебель вот так расставлена вдоль стен. А посредине сколочен стол. И посреди дата, има една масса. Из досок. На досках лежит мальчик. Руки привязаны, ноги привязаны. И голова вот так, он болтается. Уже вот такая раскачанная шея. Глаза в разные стороны. Люди летят. Стопы лият. В общем, смотреть невыносимо. И заплаканные, зареванные, серые, пустые глаза. Бабушка и мама. В общем, смотреть невыносимо. Они говорят, не можем ни покормить, ни попитить. Ну, 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 все. В общем, смерть пришла в наш дом. Ну, спасибо, что вы нам помогли. То все. И я говорю, а можно я помолюсь? Я сказал, можно ли, да сипу моля? Хочешь, молись. Без всякой надежды и веры. Без никакой надежды и веры. Я подошел. Я, сути, вам. Мысли скачут. Мысли тими скачут. Только помним Марка 16, 15. Вспомним саму Марка 16 глава. И говорю, Бог, я не знаю, как молиться. Господи, не знам, как мы сомолим. То, что я вижу, невыносимо смотреть. Я возлагаю на этого ребенка руки. Я с возлагом рецептеси вверху, и вам ручей. И ты молю его, и не то на Иисуса Христа сделай так, чтобы он стал здоровым. Положил руки, сказал аминь, и убежал. И больше туда не вставался, даже не звонил, потому что я боялся, и услышишь, что он умер уже. Это было в июле. Беше июль, месяц. И през февруаря, месяц, когато поздравяват военники, бях тук в Варна. Звонок из Севастополя вечером, когда я уже устал брать звонки. И вдруг какой-то звонок в скайп. Я пошел, значит, и ответил. Незнакомый человек. И он мне говорит, Олег Григорьевич, здравствуйте. Олег Григорьевич, здравствуйте. Это Василий Дронов из Севастополя. Вот Севастопол. Я думаю, какой Василий. Я с чудом, каков и той. И вспомнил. И вспомнил. Я говорю, да, спасибо. Мы поздравляем вас с днем военных. Я говорю, кто это мы? Ну мы с Костей. Я говорю, как с Костей? Да, вот он сейчас хочет вам сказать, сейчас я компьютер найду. Наводит компьютер. И той сидит этот Костя на стуле. И Ручки так вот положил. И говорит мне. Чуть-чуть заикает и говорит. Здравствуйте, Олег Григорьевич. Спасибо вам, что вы к нам приходили. За меня молили. Здоровье моё. Хорошее. Я учусь в лицее. И что-то там мне говоришь. И я зарыдал. Просто зарыдал. Если бы я неправильно помолился. Или бы не помолился. Или неправильно бы помолился. Коротко. Конкретно. По сути. Кто-нибудь писал когда-нибудь? Когда подступает вот такой кирдык. И нужно молиться безошибочно. Кто-нибудь это делал? У меня однажды в семье произошла такая очень напряженная ситуация. Не буду. Ну, в общем, самый близкий человек. Не близкий. Не жена, но близкий очень человек. Она пришла мне и сказала. У меня, похоже, рак. Мне ставят диагноз вот такой. Имам диагноза. По-женски. По-женски. Как я напугался. Виду не подал. Сказал, что мы сейчас будем молиться. Что-то переживать. Все будет хорошо. Сел за стол. Седнах за масата. Взял Библию. Взех си Библия. И написал в еженедельник текст. В дневник си текст. Долго писал. Минут 15. Пятнадцать. Чоркал. Просто драспах. Написал молитву. И написах молитва. Поставил срок. Поставих си срок. И написал конкретные слова. И написал конкретные думи. Вот так вот. Текст рукой. Встал на колени. Заткнулся. Включил музыку. И сказал Богу. Все, что там было написано. И больше ничего. Потом каждый день. Утром. Когда я молюсь. Я становился на колени. Заткнулся на колени. Я знаю, что ты уже работаешь над этим. И я тебе благодарю. Что все будет хорошо. Что исцеление наступает. Спасибо тебе. И так каждый день делал. Благодарил Бога на другой день. Каждое утро. Благодарил Бога. И на языках молился. И символик на языке. Кокутусе может по-честу. Прошло. И минут 20. Двадцать. 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 Три седмити. Исследования. Обследования. Исследования. Всякие проверки. И так далее. И так далее. И решение. И два решения этого. Не подтвердилось. Нету ничего. Ничто няма. Просто не подтвердилось. Не все подтвердилось. Врачи так сказали. Мы думали, но оно не подтвердилось. И вот я для себя сделал вывод. Что когда мы живем. И у нас есть проблемы. И мы не используем то, что Бог нам дает. Или то, что мы знаем. И используется неправильно. Неправильно. Это наносит колоссальный урон всему. Всему. Всей нашей жизни. И христианству в целом. Потому что нам требуется, чтобы все мы выходили сюда и свидетельствовали здесь. Вот здесь свидетельствуют. Я про Турцию говорили. Я вот сейчас вспомню. В Алане у нас месяца два назад. На служение приехала женщина. Она в гостях в Алане отдыхает. Она пришла вот так же, как вот вы пришли первый раз. Один раз она у нас была. И там пастор объявил, у кого есть свидетельство, поднимите руку. Значит, ты по очереди они выходи. И она подняла руку и вышла. И говорит. Чай из лези. Значит. Ну и она не сказала, кто она по национальности. Но похоже она татарка. Татарка. У нее имя такое татарское. Типа казанские такие. Казахские такие. Да. Она приехала из Америки. И дойдет от Америка. И она рассказывает эту историю. Лет сорок женщина. Она говорит. Вещи на четыреста годы. Каза. Приехала с любимым человеком в Америку. Вышла замуж. В Америке. В Америке. У меня двое детей. Имам две деца. И однажды я очнулась. Значит. В мотеле в каком-то занюханном. Без копейки денег. Без карточек. Без пари. Без документов. Без документов. Без мужа. Без мужа. Вот этого любимого человека. Который исчез. Куда-то. С двумя детьми. С двумя детьми. Без языка. Болая. Пустая. И разрушенная. И разрушенная на полную. Неделю я рыдал в этом мотеле. Меня кто-то там подкармливал. Някую мехранницу там. И я с христианкой. И я молилась к Богу. Это что такое? Это что такое? Это за что? Это я служила тебе. Это я приехал сюда служить. И вот так вот. И так она так. И потом однажды я долго-долго плакал. Долго-долго плакал. И поняла, что плакать нечего. Надо начинать трудиться. Че не трябва да плача. Трябва да се труди. И я встала перед Богом. И сказала, Бог, объясни мне. Объясни мне. За что? И что я должна делать? Где мой путь? Къде е пытя ми? И она говорит, я стоял за тих пор, пока не услышала ответ. И я услышала внутри себя ответ, который все изменил. Ответ был такой. Отговора беша следния. Твое спасение. Твой выход во Христе Иисусе. Не смотри, что у тебя нет денег. Не смотри, что у тебя нет паспорта. Не смотри ни на что. Смотри на Иисуса. Гледай Иисуса. И говорит, у меня такое облегчение. И я начала жить. Достает бумажку и читает. Вот это цифры моих налогов годовых. 8 тысяч долларов. 12 тысяч. Погода. 12 тысяч долларов. 36 тысяч. 52 тысячи долларов. Налогов. Налогов. У меня бизнес. У меня все встало на место. И сегодня я служу. И сега служа. В Стамбуле. Я приехал в Стамбул служить. На улице. На улице. Евангелизируем на Турците. Такие. Вот так поднимаются люди. Итак, подвожу итог. И каковы извода? Для того, чтобы получить от Бога. Задополучим от Господа. Ответ. Отговори. На нашу конкретную молитву. На конкретную молитву. Треба. Первое. Славить Бога. Да прославим Господа. Очень хорошо утром включить музыку. И под эту музыку славить Бога. И под тази музыка. Да прославите Господа. Да пейте. Да лежите. Да стоите на коленях. А потом по тексту записанному. О одной конкретной просьбе. По определенному лбу. Общие молитвы тоже нужны. Но когда есть конкретная просьба. Дай денег только до такого-то числа. Исцели это. Исцели это. Помоги сыну поступить в институт. До такого-то числа сделай это. Пожалуйста. Вот это записываешь. И то васи го записываешь. Один раз молишься. А потом каждый день. И после всеки день благодаришь Господа. До тех пор пока это не проявится. Вопрос. Есть ли у кого-нибудь конкретная нужда. Которую нужно решить. Която трябва да решите. И да получите определен отговор. Рецепт вы получили сегодня? Кто-нибудь попробует сделать так сегодняшний день. Чтобы в следующее воскресенье выйти и засвидетельствовать. Бог мне нужно в следующее воскресенье об этом засвидетельствовать. Аминь. Аминь. Помолимся. Нека се помолим. Дорогой Господь. Мы перед Тобой. Не сме пред Тебе. И у каждого из нас есть нужда. Есть проблема. Есть просьба. И мы имеем право обратиться к Тебе в молитву. Но мы не всегда способны молиться правильно. Мы не можем сконцентрироваться. Наши мысли скачут. Мы молимся безответственно. Молимся безотговорно. Мы забываем о том, о чем молились. Мы подводим Тебя часто. Тебе это не нравится. И поэтому мы не получаем. Прости нас. Помоги нам. Помоги нам быть сконцентрированы. Максимально конкретни. Ответственни. Отговорни. И относиться к Тебе. И да се отнасяме к Тебе. С абсолютной верой. С абсолютной верой. Что Твое слово истина. Слово Те истинство. И обетование Твои вечные. И обетование Ту Те вечно. Спасибо Тебе. Благодаря Ти. Пусть Святой Дух ведет нас. Нека Святие Те Дух не вводи. И мы будем успешны. И сме успешны. На всех путях Своих. Во всички Те се пытишта. Чтобы свидетельствовать. Да сме свидетельству. И что благодаря этому. И благодарение на Това. Люди спасались. Хорта да се спасават. Все больше и больше. Все повече и повече. Слава Тебе. Слава на Тебе. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Благодарим. У бизнесменов есть чему поучиться. Это конкретика. На какого-то они научат. На конкретнее ништя. Я хочу тоже засвидетельствовать о двух вещах. За свидетельством за две ништя. Вы слышите как кукурузой пахнет? Мы молились за дождь. Чтобы у семи Балабановых был урожай. Да. Они принесли кукурузу. И сегодня будем ее кушать. Слава Богу. Да. Еще я хотела тоже засвидетельствовать по проповеди. О том, как я молилась. Чтобы нам вырваться из долгов. Мы были оба студента. Я закончила институт. А с заверших университетов. Через год родился второй ребенок. Муж был студент. Мединститут. И работал медбратом в реанимации. Потом он работал пять лет. Должен был работать как врач. Как это называете? Ординатура. И получал копейки. 50 долларов примерно в 2000 году. В месяц. Нас четверо было. И у нас накопился огромный долг за коммунальные услуги. За коммунальные услуги. Потому что зарплата была меньше, чем... Ну, мы даже зарплаты не могли погасить коммунальные услуги. Даже на коммунальные услуги не стигаешь. Я начала бизнес. Я за почтных бизнес. Бизнес начал двигаться. Бизнес и за почтных бизнес. Но меня очень ущемляло то, что муж получал меньше меня. Я начала молиться. Я говорю, Господь, пожалуйста, пусть у мужа будет хорошая зарплата. Кубовая заплата. И вдруг голос. Из видна же голоса. Скажи конкретную сумму. Скажи конкретно сумму. И я такая. И я такая. Сказываем. Блин. Как бы это. Так, сколько? Мали-мали. Колку докажи. Колку докажи. И про себя так 300 долларов. 300 долларов. Мало-мало. Так, Господь, 500 евро в месяц. 500 евро на месяц. И я в молитве конкретно говорила. Через год у мужа был доход от 500 евро в месяц. И каждый месяц он поднимался. Мы рассчитались с долгами. И с того момента мы стали приобретать недвижимость. Мы переехали в Болгарию. И я поняла тогда, что с Богом нужно конкретно. Это в подтверждение проповеди. Спасибо большое. Еще раз напоминание. Это такое всупление перед тем, как мы помолимся за финансы. И еще я хочу. Третье, что я хочу сказать. Тоже коротенько. Вот ребята говорили нам о конференции в Стамбуле. Где-то примерно 5 лет мы попали в Стамбул. Я когда увидела храмы, как храм Святой Софии превратилась в мечеть. Мы были на Северном Кипре. Я видела, как все храмы превращались в мечеть. И у меня, например, вообще такое возмущение пришло. Я говорю, Господь, как здесь были все первые церкви на территории Турции. И у меня, я говорю, Господь, как вернуть христианство сюда. Примерно 4 года назад в Лос-Анджелесе один пресвитер, ему где-то уже 80 лет, да, очень уважаемый, получает откровение, что в последние времена пробуждение начнется через арабские страны. И нужно выходить на Турцию. И как стратегическую страну они выбирают Болгарию. Мы встречаемся с ними. И они говорят, мы будем начинать проводить в Болгарии трездиасы. Это три дня, когда человек переживает любовь Бога. И он наполняется этой любовью. Он восстанавливается. Он в резерве, в ресурсе. И он идет служить Богу. Я была на подобном трездиасе, когда я была размазанная от интенсивного служения. Меня муж просто взял и говорит, «Ты поедешь на трездиас в Южную Корею». Потому что другого выхода он просто не видел. Как не восстановиться духовно и физически. И когда я была там на трездиасе, я сказала, Господи, я так хочу, чтобы начались трездиасы в Варне. Я сказала организаторам тогда, но они сказали, нет, это невозможно, вы что, эта виза нужна, нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. И в итоге 13 сентября сюда приезжают команда больше, чем из 50 человек. 12 человек с Южной Кореи. 30 человек из Израиля. Из Америки. Приезжает человек, который финансирует 5000 евро в этот проект. Для того, чтобы здесь люди, которые попадут на этот трездиас, они зарядятся Божьей любовью и пойдут на Турцию. Следующий трездиас будет в Турции. И у каждого из нас есть возможность попасть на этот трездиас. Он стоит всего лишь 150 евро. Всего лишь 3 дня. Для того, чтобы вы пережили Божью любовь и потом могли поехать в Турцию и изменить историю. Слава Богу, Эдди Первый пришел и 100 евро внес и говорит, вот мое место. У нас есть всего лишь 40 мест. Я хочу сказать, что это ограниченное количество кандидатов. Поэтому с 13 по 16 октября. Вы уже есть в списках, да. Вы еще не знаете, но вы уже в списках. Да, здесь варния будет. Только вы варна. Да. Хубова. Хубова, да. Да. Аминь. Давайте мы помолимся за финансы сегодня. Знаете, даже я не за финансы хочу помолиться. Я хочу, чтобы каждый получил откровение. Спасибо.